Глядя на следующие 362 дня високосного 2024 года, мы задаем себе вопросы. Закончится ли война? А если не закончится, то как будет выглядеть? Ответ здесь, к сожалению, совершенно однозначный. При Путине война не закончится. Как ни крути, это совершенно невыгодное для него решение. Мало того, решение рискованное. И сейчас мы эти риски рассмотрим и попытаемся дать прогноз. Только перед тем, как начнем, быстро напомню. У нас живые выступления со спектаклем, записью ролика прям при вас и ответами на вопросы. Воскресенье в Израиле, в следующую пятницу во Франкфурте, потом в январе еще Париж, Цурих, Рига, Таллин и Милан. А если вы не из этих мест, в воскресенье будет прямая онлайн-трансляция выступлений. Покупайте билеты у меня на сайте. Это тоже один из наших способов финансировать канал, чтобы оставаться независимыми. Ну и хороший повод пообщаться и приятно провести время. Ну все, начинаем. Первая причина, по которой Путину невыгодно заканчивать войну, заключается в том, что тогда придется вернуть армию домой. Никто точно не знает, сколько людей сейчас воюют в Украине. Но их там точно больше полумиллиона, это факт. Этим людям предстоит вернуться в страну, которая больше не будет им платить по 200-300 тысяч рублей в месяц. Им предстоит оказаться среди тех, кто вообще не желает слышать о какой-то там войне. Мы много раз говорили об этом. Просто представьте, полмиллиона искалеченных морально и физически людей одномоментно обнаружат себя никому не нужными. Сотни тысяч мужиков будут без дела слоняться по городам России. Их совершенно не ждут ни на каком заводе и ни в каком офисе. Такое положение дел создает очень небезопасную ситуацию для любого политического режима. Государство искалечило этих людей, отправив их на чужую землю убивать и гибнуть. А потом что? Оно просто скажет, мол, у нас отмена? Получается, что развалины хутора, за которые солдаты воевали полгода, теряли товарищей, здоровье, подвергали себя риску. Так что же получается, что эти развалины государству и даром были не нужны? Что все это было просто так? Что произойдет в головах воевавших, когда они все это осознают? Это никому неизвестно. Пока война идет, российская армия – это проблема ВСУ. Но когда война закончится или прервется, та же российская армия станет проблемой Путина. Причем проблемой особенной. Ведь аттракцион неслыханной щедрости с формулировкой «на нужды СВО» обернется своей противоположностью. Люди не будут чувствовать облегчение от того, что вернулись домой и теперь спят в теплой кровати. Они в сыром окопе. Люди, которые выживут, будут чувствовать, что их уволили с высокооплачиваемой работы. А ранения и ПТСР эти их ощущения вряд ли сделают легче. Люди так странно устроены, что сильнее переживают о своих потерях, чем хотят что-то приобрести. Если вы оштрафуете сотрудника на 5000 рублей, это гораздо сильнее его огорчит, чем премия в 15 тысяч осчастливен. По окончании же войны бывшим ее участникам придется как-то пережить резкое падение в социальном статусе. У тех, кто два года учился насилию и привыкал к насилию, появится много поводов для недовольства. Если смотреть на мир через призму единственной путинской цели — сохранить власть до конца жизни, те, кто вернется с фронта, принесут с собой риски. А значит, они просто не должны вернуться. Но это не единственная причина, почему прекращение войны системе невыгодно. Вторая заключается в том, что вся российская экономика ныне сильно зависит от войны. Можно сколько угодно хвастаться выросшими зарплатами в промышленности. Нулевой безработицей, растущими как на дрожжах ценами на недвижимость. Но нет сомнений, все это держится на одном единственном гвозде — гигантских бюджетных расходах на войну и на все, что с войной связано. Тысячи семей получают от 7 миллионов рублей и даже больше за погибшего на фронте родственника. Это эквивалент двух хороших квартир в региональной столице. Сотни тысяч семей ежемесячно получают на карту огромные зарплаты воюющих мужей, сыновей и отцов. На пределе физических возможностей работают связанные с войной отрасли. От производства танков до шитья формы и строительства на оккупированных территориях. Эти отрасли просто пылесосят рынок труда и раскручивают зарплаты до невиданных величин. И это все не просто какие-то циферки у людей в банковских приложениях. Деньги, щедро отсыпаемые государством, превращаются в агрегированный спрос. Люди, которые были в ресторане дважды в жизни, и то на свадьбах, начинают ходить туда каждую неделю. Покупают более дорогую и качественную одежду, автомобили, берут ипотеку. И каждая такая покупка имеет мультиплицирующий эффект. У тех, кому эти люди платят деньги, тоже становится больше денег. Так появляется спрос на другие товары и услуги. Бизнес растет, возникают новые рабочие места. Нынешнюю экономику России можно представить как кровеносную систему или огромную трубопроводную сеть по всей стране. И денег в каждом маленьком сосудике становится гораздо больше. Но напор зависит от одного лишь насоса, который перекачивает через эту сеть ресурсы. Такая практика отнюдь не бесплатна. Деньги не бесконечны, и бюджетную дыру баблом из фонда национального благосостояния не получится затыкать вечно. К тому же, с течением времени, все большую долю поступающих в экономику рублей будет съедать инфляция. Конечно, некоторое довольно продолжительное время так можно жить. Но что будет, если насос этот в один момент выключится или сломается? Тогда с той же скоростью, с которой искусственный экономический рост попер, он будет схлопываться. Еще одна причина, по которой системе выгодно продолжать боевые действия, заключается в том, что война – это главная тема. Пусть все и пытаются делать вид, что это не так. Общество два года живет в ненормальном, взвинченном состоянии. В состоянии, когда все вроде как прежде, но постоянно ощущаешь незримую угрозу. По телевизору транслируются фантазии о ядерной войне, а вопрос, будет ли новая волна мобилизации, никуда не делся. Происходящее похоже на то, как телефонные мошенники разводят пожилых людей, рассказывая о попытке хищения денег с карты или родственнике, сбившем человека на дороге. Главный прием тут – погрузить жертву в состояние ажитации, в котором даже очень разумные, совершенно рациональные в обычной жизни люди совершают необъяснимые поступки. Каких в обычной жизни от них никто бы и не ждал, в возможность которых они сами бы никогда не поверили. А теперь представьте, что телефонный разговор резко прекратился. Как только мошенник перестает стращать, жертва быстро приходит в себя и начинает осознавать, что, собственно, случилось. И понимает, что только что перевела незнакомому человеку все свои деньги, даже не вспомнив, что у сына никогда не было ни прав, ни машин. Так что виновником ДТП он стать просто не мог. В некоторых случаях заходите еще дальше. Потративший все свои сбережения пенсионер понимает, что у него и детей-то никогда не было. А он уже отдал деньги за их спасение. Едва только пройдет приступ военной ажитации, у всех возникает вопрос – а что это было? Одно дело жить внутри калейдоскопа событий, где какой-нибудь пригожинский мятеж – это уже древняя история, ближе к Рюрикам. Когда вся эта байда про «или мы их, или они нас» и «ввязавшись нельзя проиграть» звучит как повестка сегодняшнего дня. Совсем другое дело – обернуться на два прошедших года уже из относительно спокойного состояния. И офигеть! Офигеть от того, что мы правда жили в сюрреалистичной действительности. Где между утренним кофе и завтраком ты читал новости об очередном обстреле украинских или российских городов, о количестве жертв. И тебя это даже не пугало, потому что было рядовым событием. Восстанавливая цепочку событий, граждане непременно вспомнят, что вообще-то два года назад обещалась специальная военная операция – коротенькое локальное приключение, типа оккупации Крыма. В это приключение не должны были входить ни мобилизация, ни обстрел Белгорода, ни бандиты на танках, идущие на Москву. Ничего из того, что случилось. Сейчас этот вопрос не возникает. Есть огромная разница между тем, чтобы находиться внутри ситуации, и тем, чтобы смотреть на нее со стороны. Сейчас вы отдаете мошеннику деньги, а через минуту думаете – что? Это не мог быть я. Со мной такого не могло случиться. Мрачный парадокс заключается в том, что для системы вернуться в мир – это такой же стресс, как развязать войну. С точки зрения Путина, стабильность выглядит очень просто. Стабильность – это когда он сохраняет власть. И сейчас, пока идет война, он ее сохраняет. А что произойдет, когда война закончится, и граждане начнут задавать вопросы, не знает никто. Весь мир рад обманываться, когда Путин шлет какие-то намеки на мирные переговоры. Но все, что мы знаем об этом человеке, говорит нам иное. Он считает время своим главным союзником, который никогда не подводит. Что на 2-3 года ресурсов у Путина хватит. А за это время случится нечто для него благоприятное. На вопрос, ради чего теперь ведется эта война, существует очень простой ответ. Чтобы ничего не менять. Война теперь – новая стабильность. В ней не нужно побед. Главная победа в том, чтобы она не закончилась. И федеральный бюджет, сверстанный так, как он сверстан, тому свидетель. Если все будет зависеть от Путина, то ждать в этом году окончания войны или даже какой-то передышки не стоит. Могут быть всякие превосходящие обстоятельства. Например, рухнут цены на нефть и балансировать военную экономику станет невозможно. Или, скажем, разразится кризис в Китае. Но такие вещи невозможно предсказать, а значит и учитывать при составлении прогнозов. И за дня сегодняшнего происходящему не видно ни конца, ни края. Ни одна из сторон не может переломить дурной Верден, сложившийся на фронте. Зато у обеих есть ресурсы его поддерживать. Весь 23-й год мы с вами слышали названия одних и тех же населенных пунктов. И, по-видимому, будем слышать их до конца 24-го, а может и 25-го. Это довольно пугающая перспектива. Ведь, с одной стороны, российская армия испытывает явный дефицит личного состава. Миллионные выплаты за подписание контракта и рейды на мигрантов идут не от хорошей жизни. Но, с другой стороны, армия эта не сидит в глухой обороне, как следовало бы тем, у кого не хватает людей. Она активно наступает по всей линии фронта. Она ведет себя так, будто может потратить огромное количество солдат. Будто не опасается того, что потери в конечном итоге приведут к обрушению фронта. Российская армия ведет себя так, будто знает, что люди будут. Видимо, не только мы считаем, что вторая волна мобилизации после выборов – это реальная угроза. А, возможно, военное руководство и не предполагает это, а знает точно. Кажется, что для поддержания такой вот ужасной стабильности достаточно поскребания сусеков. Там кого-то деньгами соблазнили, тут зэков выпустили, в придачу бесправных мигрантов похватали. Это не тысячи человек в день, о которых грезит Шойгу, но для продолжения войны в текущем режиме может хватить и того, что есть. Но, с другой стороны, наша система традиционно считает, что успешно пережитые президентские выборы развязывают руки властям. В 2012 году сразу после выборов появился тот самый бешеный принтер. Госдума за полгода построила репрессивную рамку российского законодательства, внутри которой мы и живем до сих пор. В 2018 году прямым результатом путинской победы стало повышение пенсионного возраста. Это какая-то необъяснимая магия процедуры. Вроде бы в результате голосования никто не сомневается, но когда он выходит ровно таким, каким ожидается, система выдыхает с облегчением. Ух ты, на целых шесть лет можно забыть о мнении граждан. Целых шесть лет никто не указ всемогущей системе. Поэтому грядущая весна – опасное время. Произойти может все, что угодно. По всяким мутным разговорам, вроде обсуждения выпуска военного займа для пополнения бюджета, мы понимаем, что виртуальная папка «Хреновые решения открыть после выборов» существует. Но мы не знаем и даже представить себе не можем ее содержание. Путин в отличном настроении. Как любого гупника, его вдохновляет оппонент мямлющий и ищущий компромисс. Наверняка США и Евросоюз изобретут способ помогать Украине и в обход трампистов, и в обход Орбана. Но бесконечная дискуссия на Западе, явная неспособность высших должностных лиц в разумные сроки превращать свои обещания в действия – все это Путина без сомнений вдохновляет. Мобилизация может выглядеть для него не как риск серьезных внутренних протестов, а как шанс на финальный рывок, шанс заставить всех западных сопляжуев прийти к Путину с переговорами на его условиях. Я не говорю, что эта перспектива хоть сколь-нибудь близка к реальности. Но от реальности ничего не зависит. Решения будут приниматься, исходя из внутренних ощущений одного человека. А человеку этому очень нравится, что за то время, пока западные политики ищут в себе мужество дать Украине десятки ракет, он успевает сделать сотни. Главное, что надо знать про наступивший 24-й год, в нем, если Путин спокойно пройдет выборы, мы будем иметь дело с крайне самоуверенным единоличным диктатором, убежденным, что мир под него прогнулся, что ему все сошло с рук. На этом психологическом эффекте, кстати, держится вся индустрия казино. Очень плохо, если человек, впервые туда пришедший, проиграл сразу все свои деньги и вынужден в самой дешевой забегаловке Лас-Вегаса обдумывать, на какие шиши он поедет домой. Такой человек никогда не вернется. Игроманы, стабильно приносящие в казино все свои деньги, получаются из тех, кто когда-то смог выиграть, кто решил, что сломал систему, нашел таки способ. Запойный игрок всегда будет в минусе, но будет помнить тот момент, когда поставил на свою дату рождения и сорвал куш. Тот, кто убедил себя, что риск того стоил, будет идти на все больший риск. Так уж устроены люди. Но эйфорическое состояние опасно не только тем, что толкает на рискованные поступки, но и тем, что такая ни на чем не основанная эйфория легко превращается в панику. Ощущение «я все контролирую, все пляшут под мою дудку» и «все пропало, власть утекает у меня между пальцев» кажется полной противоположностью. Но на самом деле нет ничего проще, чем перейти из первого во второе. Причем и то, и другое будет иметь один практический итог. Погибнет еще больше людей. С одной стороны, мысли в духе «я могу мобилизовать еще полмиллиона и выиграть войну», а с другой стороны «если не мобилизую, то проиграю уже завтра». Два разных мотива, а результат один. Никакого утешительного прогноза на этот год у нас нет. 2024 будет годом войны. Мотивов ее заканчивать или хотя бы прерывать не видно вовсе. Причин для ее эскалации видно сколько угодно. После выборов система не будет так уж сильно нуждаться в том, чтобы скрывать последствия войны от граждан. Худшее, что можно сделать в новом году – решить, что опасность миновала. Что все будет продолжаться так, как идет сейчас, как далекая, вялотекущая катастрофа, которая вас лично не касается. Не касается никого, кроме тех несчастных, которые уже попали на фронт и жителей Белгорода. Это фиговый совет, но никто из переживших эти два года вам лучшего не даст. Ожидайте неожиданного. Думайте прямо сейчас, что будете делать, если одним прекрасным утром обнаружите в госуслугах электронную повестку, а ваши водительские права и загранпаспорт превратятся в тыкву. Помните, что как бы вам не нравилось хранить ваши кровные в российском банке под ставку в 15-16%, государство на эти деньги смотрит с нескрываемым аппетитом, а где-то на фоне маячит патриотические облигации, которые вряд ли будут свободным рыночным активом. Если ваша работа завязана на онлайн, особенно на большие зарубежные сервисы, думайте, как вам строить жизнь и бизнес, если их заблокируют. Ютуб и остальные сервисы Гугла, Телеграм, какие-то профессиональные площадки, которые могут грохнуть за компанию. В данной ситуации лучше перебдеть. Главная обязанность каждого из нас переиграть Путина на поле времени. Он может закончиться в любой момент, но до этого момента еще надо дожить и быть в порядке. Посмотрите на свою жизнь, подумайте, какую ее часть государства запросто может грохнуть, и решите для себя, как будете этого избегать. Не является ли то, что может попасть под удар единственной вашей опорой? Эти вопросы должны задавать себе не только те, кто в России, но и те, кто уехал. Готов ли я к тому, что российское правительство решит мне нарочно нагадить? Оформил ли я второй загранпаспорт? Пока это возможно. А может, первый уже заканчивается? Получил ли все документы, все справки, которые могут понадобиться? Если мне точно придется в будущем съездить в Россию, если там ждут какие-то неотменяемые дела, то почему я еще не съездил? Какого знамения я жду? Мы все устали. Всем хочется закрыть глаза и жить так, будто никакой войны и никакого Путина не существует. Но полезно помнить, что пока он у власти, пока война продолжается, риски становятся не меньше, а больше. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Катца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллинн, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте максимкатц.ком